Бурановские бабушки гостят в Екатеринбурге. На Средний Урал всемирно известные старушки приехали с благотворительными концертами. Как выяснила Анастасия Павлова, этим бабушкам звездная болезнь совсем не светит. Новый хит от бурановских бабушек. Чистушки на удмуртском языке. Любимицы всей Европы на сцене колледжа Ползунова. В прошлом году чуждые шоу-бизнес у старушки покорили жюри престижного конкурса и стали финалистами Евровидения. Неожиданной славой пенсионерки решили воспользоваться, но не в личных целях. Гонорар из концертов не прибавка к пенсии, а благотворительный сбор. На эти деньги в селе Бураново артистки строят церковь. Уже храм строится. Уже вот в эти дни вот закончат уже кладку и приступят уже к крыше. Отыграв концертную программу, спешат в храм на крови. Здесь ставят свечи, поют молитвы и жалеют царских великомучеников. Жаль эту семью. Плакать хочется, глядя на них. Они не знали, куда их спускают даже по лесенкам. Службу ведет владыка Кирилл. Однако взгляды прихожан направлены не только на алтарь. В толпе узнают бабушек из шоу-бизнеса. Бабушки узнали. Ну, потому что их очень часто по телевизору показывают. Кровеческом музее для бурановских бабушек персональная экскурсия. Вот мы видим рубашку. Вот это вот, видите, вышитая. Это бисер, это шерсть, но основа – это крапива. К народным костюмам у артисток особый интерес. Все платья шьют сами. Кажется, что звездная болезнь ими не светит. Даже в Екатеринбурге номерам в гостинице они предпочли квартиру приятельницы. Не верим иногда. Разве это мы? Разве это мы видим? Мы же даже из ЖЭСКа нигде не были. А сейчас Москва уже это у нас, который дом уже. Однако завтра Граня Байсарова вместе с коллективом отправится в родное Бураново. Там ее ждут шесть детей, восемь внуков и два правнука. На время увлечения придется сменить. Петь песни не на сцене, а управляясь по хозяйству. Анастасия Павлова, Александр Жанников и Леонид Маслов. События ОТВ.